Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и я, ее ведущая Марина Вахрушева. Очередная интересная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта ждет тебя прямо сейчас. Смотри до конца и не переключайся. 30 ноября в КСК КФУник состоялся очередной турнир в рамках ассоциации студенческого баскетбола дивизионы «Казань». На паркете встретились женский сборник КФУ и КАИ. Напомню, что нашей баскетбольной команде в рамках чемпионата АСБ не удалось удержать еще ни одну победу. С каким результатом завершилась данная встреча? В репортаже Владислава Сергеева. Баскетбол – это игра, где важна сила и выносливость. Проверить друг друга на прочность и выявить лучшего решили сборные Казанского авиационного института и Казанского федерального университета. С первых же минут игра у команды авиационного института не задалась. Первую половину первой четверти она проигрывала со счетом 12-0. Сказывались проблемы в нападении, не срабатывали игроки на подборе. Не смогли собраться, потому что тренер с ним не смог присутствовать на игре. Достаточно сложно было правильно перестроиться, правильно оценить ситуацию, правильно выбрать решение, подобрать, то есть встать в зону, встать лично за счету. Но без тренера все равно тяжеловато. Первая четверть окончилась со счетом 3-28. Вторая четверть была также в пользу федералов, однако ошибки присутствовали у обеих команд. У Казанского федерального ухудшилась игра в защите, что было только на руку представителям Казанского авиационного института. Ошибки в нападении присутствовали, но в меньшем количестве. Попадание в корзину стало больше. При этом и нарушение обеих команд было в достатке. Итог 14-44. В третьей четверти сборная Казанского федерального университета снова взяла инициативу в свои руки и практически не подпускала оппонента в кольцо, полностью завладев пространством противника. В конечном счете забив 14 результативных очков против 5-ти от представителей КАИ. Итог четверти 19-58 в пользу федералов. В четвертой четверти сборная Казанского авиационного института собралась силами, учла прошлые ошибки. В результате стала забивать больше. Команда сыгралась. Однако сборная федерально выступать противнику по владению мячом не хотела и тоже играла на уровне. На счету КФУ 18 мячей, на счету КАИ 11. Итоговый счет матча 30-76. Победу держала сборная Казанского федерального университета. Мы наигрывали всех игроков, постарались сегодня всем дать игровое время, достаточно большое. У всех были ошибки, но в целом справились. Мы сегодня хорошо отработали в защите, ставили спины, подбирали мячи, перехватывали. У нас сложилась игра, мы почти все забивали. Владислав Сергеев, неделя спорта. После женских команд на паркете встретились мужские сборные по баскетболу. На этот раз соперниками федералов стала сборная аграрного университета. Для наших баскетболистов данный сезон непрост. Яркие виды чередуются с разгромными поражениями, что связаны с травмами ведущих игроков команды. Продолжит Юлиана Райкова. 30 ноября в спорткомплексе «Уникс» состоялся баскетбольный матч в рамках ассоциации студенческого баскетбола между сборными Казанского федерального университета и Казанского государственного аграрного университета. В первой четверти инициативы на себя взяли игроки аграрного института, обогнав своих соперников на 7 очков. Федералы начали догонять противников, но полностью выровнять игру так и не получилось. На последних минутах тренер аграрников взял тайм-аут и дал установку давить КФУ. Первый отрезок игры закончился со счетом 33-29 в пользу аграрного института. Во второй четверти игроки КФУ осознали свои ошибки и собрались с новыми силами. Но инициативу перехватил аграрный университет. Всю вторую четверть игра прошла около кольца КФУ, но федералам удалось показать свою слаженную игру и вырваться вперед. В конечном итоге вторая часть игры закончилась со счетом 48-49 в пользу федералов. На протяжении всей игры наблюдалась ожесточенная борьба между командами КФУ и КГУ. Именно с этого началась третья часть игры. На второй минуте при контакте с соперником игрок КФУ под номером 12 Антон Лавров упал и потерял сознание. Медицинские работники оказали ему первую помощь и игра продолжилась. В последней четверти аграрный институт постоянно делал замену игроков, благодаря чему вырвался вперед. В дальнейшем чувствовалась усталость федералов, так как соперники с легкостью проходили защиту из-под кольца. Помимо этого начал подводить игрок на подборе, поскольку каждая передача ему заканчивалась провалом. По итогам встречи обе команды показали зрелищную и интересную игру. Конечный счет 69-65 с небольшим отрывом в 4 очка в пользу КГУ. Спасибо сегодняшней команде за очень упорную игру. Ну, счастье было в этот раз на нашей стороне. Юлия Райкова, Анна Папандополу, неделя спорта. 1 декабря очередная встреча в рамках студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан объединила всех любителей хоккея. На льду льдового дворца Зеланд встретились сборные КФУ и Академии спорта и туризма. В новом сезоне нельзя не отметить высокую подготовленность спортсменов Поворской государственной академии физической культуры спорта и туризма, результаты которой с каждой игрой становятся все лучше. Но удалось ли им обыграть федералов? Смотри в следующем сюжете. 1 декабря, Восероссийский день хоккея, на льду Зеланды скрестили клюшки фавориты первого круга студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан, Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма и Казанский федеральный университет. С первых минут матча академики завладели инициативой и большую часть времени первого периода провели в зоне соперника, создавая множество опасных моментов у ворот голкипера КФУ. Такого рода атака помогла Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма забить первую шайбу уже на второй минуте матча. Затем шайбы залетали в ворота одна за одной, и счет после первого периода стал 4-0. Второй период академики начали в меньшинстве, и федералы бросились в контратаку, но линия обороны Поволжской академии быстро блокировала все броски в сторону своих ворот. К середине второго периода сборная КФУ стала чаще удаляться, и неудивительно, что ПГА в Ксид забили еще три шайбы, одна из которых была в большинстве. Если говорить о численном преимуществе федералов, то надо отметить, что команда Алексея Ливанова стала реже забивать в большинстве. В этой игре сборная КФУ не смогла реализовать преимущество 5 на 3. В третьем периоде у команды КФУ шансов на победу совсем не осталось, игроки сбавили скорость и больше играли в обороне, но остановить оранжевую машину им не удалось. 5 шайб забросили академики за 10 минут игрового времени. Ну игра была интересная, в принципе-то вроде команды все равны, но нам чуточку повезло. Счет 12-0. Мы просто готовимся, серьезно, усердно тренируемся. Гульсиер Сайфулина, Софья Чигунова, Александр Фирсов. Неделя спорта. В минувшие выходные в Поволжской академии спорта и туризма состоялся турнир по самбо в рамках спортикиады Республики Татарстан. Более 200 спортсменов из 14 вузов боролись за золото. Какое место в общекомандном зачете первой группы вузов досталось Казанскому федеральному в репортаже Александры Закировой? 2 декабря в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоялись студенческие соревнования по самбо. Турнир проходил в рамках спортикиады вузов в Республике Татарстан. Одним из участников, занимающихся самбо на протяжении всей своей жизни, является Иссентур Абилов. Он приехал отстоять честь своего вуза, а именно Альметьевского государственного нефтяного института. Да, соревнования сильные. Борис уже третий год. Вот наш универ, получается, каждый раз третий забирает. Ну, посмотрим сегодня, что будет. К сожалению, не обошлось и без травм. Однако, несмотря на боль, спортсмены продолжали состязаться, не теряя воли к победе. Стойкими оказались не только юноши, но и представительницы прекрасного пола. Уверенность в себе, сила, смелость – все это об участницах этого соревнования. Несмотря на их внешнюю хрупкость, поединки между девушками были очень зрелищными. Непростой была схватка между представительницей Казанского федерального университета Региной Садыровой и студенткой Казанского государственного энергетического университета Альфией Бодиковой. Регина уверенно начала поединок и буквально с первых секунд начала доминировать над соперницей. Итогом схватки стал прием удержания, переходящий в болевой на руку. Ангелина сдалась и победу одержала Регина. Тренер очень нас настраивал, потому что мы обязаны защитить честь университета. Всегда себе говорю, ты должна выиграть. И когда ты выигрываешь, такое внутреннее самоудовлетворение, это, наверное, ни с чем не сравнить. Особенно спортсмены должны это понять. По итогам соревнований в общекомандном зачете первой группы вузов равных не было сборной Поволжской Государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Александра Закирова, Софья Чугунова, Неделя спорта. Ну мы продолжаем программу Неделя спорта. И сегодня у нас в студии футбольный обозреватель, создатель проекта Фанка Александр Дегтярев. Саш, привет. Привет. В воскресенье состоялся Суперкубок КФУ по мини-футболу, который Универ ТВ транслировал в прямом эфире. Что бы ты мог рассказать о встрече Института физики, Института управления экономикой и финансов, как комментатор этого матча? Ну вообще, это был очень интересный, такой запоминающийся матч. По крайней мере тем, что это был самый первый в истории розыгрыш Суперкубка КФУ. Ну и игра получилась действительно захватывающая. И я абсолютно не пожалел, что я работал на этой игре. А ожидаем ли был для тебя данный результат и вообще сама серия пенальти в конце? Ну вообще, я не могу сказать, что какой бы то ни был результат для меня был ожидаем, потому что все-таки полный состав команд и то, как они сыграют, для меня был неким сюрпризом. А серия пенальти — это как вишенка на торте. Я просто сам лично очень люблю пенальти. Я был вполне доволен. Но хотелось бы, конечно, чтобы в серии пенальти была так же борьба, как и в матче, чтобы команды бы пробили побольше ударов. Но, тем не менее, победила та команда, за которую я больше переживал. Сборная института физики — довольно опытная команда. Может ли ты выделить у нее слабые места? В чем были их основные ошибки? По первому тайму можно было сказать, что команда очень много привезла. То есть они сами создали сопернику шансы у своих ворот, которые эконом взял просто ими и воспользовался. Ну, то есть я считаю, что физики — гораздо более опытная команда. Но, видимо, они вначале недонастроились и решили сыграть как-то с полноги, то есть с полсилы. Но и в итоге получилось так, что на перерыв они уже уходили, проигрывая 0-2. Поэтому во втором тайме им пришлось собраться, что они и сделали. В принципе, счет сравняли. Ну, а дальше в серии пенальти ты знаешь, кто победил. Готовясь к сегодняшнему эфиру, я поняла, что было достаточно много судейских ошибок. Что бы ты мог рассказать о них конкретно? Ну, достаточно много было, да, моментов, которые судьи не увидели. Но я считаю, что на исход игры это все-таки не повлияло. Мини-футбол такой, вид спорт очень динамичный. Уследить за всем тем, что происходит, порой бывает невозможно. Потому что скорости очень высокие. Ну, а в целом, если бы ставить каждый штрафной, который не увидел судья, это вряд ли бы поменяло исход матча. Потому что команды со стандартных положений ничего не создали. И вряд ли бы создали, если бы у них было на два штрафных или угловых больше. Как ты считаешь, как повлиял вообще быстрый гол Института экономики и управления финансов на дальнейшую игру физиков? В целом, он не сильно на них повлиял, потому что это был первый быстрый гол. И они особо не изменили свои игры. То есть, они также продолжили дырявить в обороне. И что в итоге привело ко второму голу. Ну, а второй тайм уже заставил их исправить всю ситуацию. То есть, оставалось мало времени. Они собрались и счет сравняли. Саш, спасибо за короткую информативную беседу. Но напоминаю, что сегодня у нас в студии был футбольный обозреватель, создатель проекта «Фанк» Александр Дегтярев. Саш, спасибо тебе еще раз за то, что пришел к нам. Спасибо. Ну и на этом все. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»